Продолжение следует... Да, на самом деле полиция в очередной раз по команде Назарбаева показала свое, скажем, ужасное, страшное лицо, потому что это был государственный праздник, и людей незаконным образом задерживали, останавливали около дома, даже блокировали, находились наблюдатели около подъездов. В общем, они провели очень безумно этот день независимости. И некоторые журналисты даже написали странные вещи. В прошлом году «пожалуйста», «без проблем» проводили эту акцию многие люди сами. В позапрошлом году тоже самое было. И власть очень терпелива и терпимо относилась к тому, что люди приходили к этим памятным местам, выясняли и выражали свое отношение, приносили цветы. И, конечно же, открыто озвучивали свою позицию, что 16 декабря – это день памяти и скорби. Для многих это действительно так. И возмущались, что именно 16 декабря власть превратила в некий праздник. Но, собственно, именно только тогда, когда демократический выбор Казахстана объявил и призвал своих сторонников 16 декабря выйти на памятные места и площади, тут власть, значит, сошла с ума. И на самом деле своими действиями они только вызывают напряжение в обществе, вызывают негатив и отторжение. Было много в сети разных выступлений людей, которые говорили, что нам нужен диалог с властью. Мы не хотим на кладбище, мы не хотим войны, мы не хотим борьбы, мы хотим диалога. На самом деле, сколько у власти находится султан Назарбаев, столько же такого рода предложений он получал. Диалог, переговоры, договариваться о чем-то. Все это было бесполезно. Вот здесь мне говорят и пишут, что почему я не приглашаю султана Назарбаева на дебаты. На самом деле, я это делал несколько раз, публично, открыто. Обращался к Назарбаеву с предложением, чтобы он взял с собой на эти дебаты все правительство, всех своих силовиков. Он меня обвинял в разного рода экономических преступлениях. И я ему предложил выйти на открытые дебаты и озвучить все эти обвинения открыто при всем народе. Тем не менее, султан Назарбаев просто струсил. Также я к нему обращался с предложением и выйти на дебаты по экономике, когда он нахваливал все свои шаги на должность президента. А вы знаете, что он провалил страну, провалил все реформы, которые можно было бы сделать стране за все эти годы в управлении. И тоже призывал его выйти на дебаты, но он отказывался и только заочно меня поливал. Поэтому никакого диалога не будет. Режим этот исчерпал любую возможность доверия со стороны нашего народа. И если он у власти, вот уже через недельку будет фактически 30 лет, как он у власти, 30 лет взывать к нему и предлагать сотрудничество, о чем-то договариваться, выводить, выходить на дебаты. Все это уже не работает, он себя проявил. У него единственный инструмент – это подавление, подавление инакомыслия, подавление любого оппонента, даже того, кто просто делает репост в социальных сетях, не говоря уже о серьезной оппозиции. Мне задавали вопрос по Назарбаеву, насколько он сильный, есть ли у него положительные стороны. Я отвечал всегда очень просто. Он, во-первых, слабый и ничтожный человек, человек, который сильный. Если он сильный президент, он не боится выборов. Он открыто конкурирует с любым своим конкурентом и получает поддержку народа, если он действительно работает на страну, на народ. А в реальности он всех любых оппонентов, которые есть, заранее их выявляет, уничтожает. И он не может допустить даже полпроцента оппонирования. Даже человек, который, на мой взгляд, может быть, в лучшем случае набрал полпроцента, он даже таких людей не допускает на выборы. И везде выставляет подставных кандидатов, которые в день, когда происходит голосование, выходят, кладут бюллетень в ящик и публично объявляют. «Я голосую за Нусултана Назарбаева». Это был так Мелс Иллисисов сделал. Он был объявлен кандидатом в президенты и в день выборов проголосовал не за себя, а за Назарбаева. Вот, собственно, что значит режим Нусултана Назарбаева. Это лживые выборы и никаких переговоров, договоренностей с таким режимом быть не может. Поэтому я уверен, что уже практически вся страна понимает, что Ашал не просто сам изжил, изжил морально, по-всякому изжил. И он старый чемодан, который от него толку никакого нет, старый чемодан без ручки. Это человек, который фактически затянул нашу страну, отбросил назад на десятки лет. При этом сам сказочно обогатился. И поэтому взывать к его совести, взывать справедливости, говорить о сотрудничестве – это просто, я считаю, верх наивности и глупости. В этой связи, я надеюсь, вы понимаете, что наша задача – добиться полной смены режима, произвести полный демонтаж политической системы, когда власть в стране принадлежит одному человеку. Уже всем известно, что в следующем году Нусултан Назарбаев собирается провести свои очередные досрочные выборы президента. И он планирует свою дочь, Дарьгу, назначить президентом, а самому остаться руководителем Совета национальной безопасности, быть над дочерью, над президентом. И вот такую фактически кривую схему управления страной он уже физически оформил. Внести нет поправки, соответствующие Конституцию страны. Принят ряд законов, когда он, будучи председателем Совета национальной безопасности, управляет всей страной. Ему подчиняются и президент будущий, и министры, и премьер-министры, и руководители парламентов, как Сената, так и Можилиса. Вот здесь ребята правильно пишут, что сильный человек не прячется от народа, не боится критики. Он с женщинами, шариками, с детьми борется. Это правда. Поэтому вы уже сами видите, что это не сильный президент, сильной нации. Это трусливый шал сильной нации. И сильная нация не может позволить, чтобы им руководил, управлял трусливый шал. Ничтожный человек, который борется только с шариками и с детьми. Меня здесь, я вижу, спрашивают, когда начнутся митинги, и народ выйдет на митинги, вы приедете вместе с евродепутатом. На самом деле, евродепутаты, они, даже если приедут в нашу страну, это не остановит. Но султан Назарбаева меня задержать. Он скажет, что по законам Казахстана мне суд вынес решение пожизненное заключение. 20 лет тюрьмы это было в прошлом году. Поэтому нахождение евродепутатов не поможет и не приведет к тому, что он меня не арестует. Нет. Он это в любом случае сделает. Но я, безусловно, появлюсь в Казахстане, появлюсь неожиданно. И появлюсь только тогда, когда наших сторонников действительно станет десятки тысячи. Когда он не сможет меня арестовать, задержать, потому что будет действительно десятки тысяч сторонников. Я не ориентируюсь на евродепутатов или на какие-то другие страны. Я ориентируюсь на наших сторонников, наших граждан, которые хотят перемен, хотят изменить страну и изгнать из власти эту воровскую верхушку семьи Назарбаевых. Что мы предлагаем? Дело в том, что если этот год проанализировать, вы видите, что все больше и больше людей выражает свое недоверие этой власти. Мы вместе провели большую работу по разоблачению этого режима. Мы провели большую работу по разоблачению окружения Нусултана Назарбаева. Всех тех, кого Нусултан Назарбаев потенциально мог оставить вместо себя преемником. И получилось бы, что члены мафии, рядом с ним те люди, которые находятся, являются министрами, вице-премьерами, послами. Они фактически все являются членами его мафии. И поэтому, когда кто-то предлагал, что давайте вот того или иного человека, вместо Нусултана Назарбаева, в частности, я слышал по Имманголиту Асмагомбетову, который был премьер-министром, мэром Алматы, руководителем администрации президента, ближайшим помощником Нусултана Назарбаева, который разгромил шанрах в Алматы. Сейчас он посол, посол в России. Его зять является карманом Нусултана Назарбаева, пассивным собственником. На него записаны многие активы Нусултана Назарбаева. И вот были в свое время предложения, а давайте мы будем поддерживать Имманголиту Асмагомбетова. Ответ очень простой. Я знаю, что очень многие люди разобрались. Это такой же член мафии Нусултана Назарбаева. Миллиардер, который никогда не работал в частном бизнесе, не работал бизнесменом, обогатился. Также вместе с Нусултаном Назарбаевым участвовал в разграблении страны, которая использует просто казахскую риторику, такую популистскую, изображает, что он с народом. Но он никогда не был с народом. В советские годы он был главным комсомольцем Казахстана. Это человек, который насквозь пропитанный властью против народа. Именно эти люди участвовали в репрессиях 1986 года. Именно эти люди участвовали в подавлении своих граждан. И поэтому я рад, что мы все сумели разобраться, что все те люди из окружения Нусултана Назарбаева должны уйти, сдать власть. Они не могут быть во власти в новой демократической стране. Во власти будут и должны быть те, кто действительно думает о стране, думает о нашей независимости, думает о нашем народе. Мы вовлечем во власть новую волну людей, которые не коррумпированы, которые умные, сильные, образованные, которые знают, куда везти страну, авторитетных людей, которые уважают народ. И таких людей, я уверен, в нашей стране десятки тысяч. И мы сумеем в результате этой борьбы привлечь на свою сторону таких людей. Мы должны объявить проводы на Султана Назарбаева. Все эти протестные настроения, если вы проанализируете социальные сети, если вы увидите отдельные вспышки гнева и возмущения на различных мероприятиях, как вот 16 декабря произошло, вы все должны понимать, что будущий год является ключевым для новых изменений в нашей стране, для того, чтобы мы добились ухода клана Нусултана Назарбаева от власти. Сейчас любое выступление Шала вызывает гнев народа. Вы помните, буквально совсем недавно он вышел и заявил, что кто жалуется на жизнь, кто считает, что плохо живет, чтобы он прошелся по больницам и на кладбище, что этим людям хуже, чем тебе. То есть Шал дошел до того, что если был период, он сравнивал нашу экономику, нашу страну с соседними странами, с Россией, с Туркменией, с Узбекистаном, Кыргызстаном, то сейчас, когда уже не с чем стало сравнивать, он стал сравнивать нашу жизнь с кладбищем. Оказывается, вот есть последняя инстанция, где совсем плохо. Что вы жалуетесь? Нет войны, вы не убиты, вы не на кладбище. Вот мы с таким президентом встречаем будущий Новый год. Поэтому вы видите, что каждое его выступление вызывает гнев. Каждое выступление его вызывает насмешки. То, говорит, фуагра не кушайте, то на джипах не ездите, то, оказывается, квартира стоит 3 миллиона тенге однокомнатная. Это его министры даже не в курсе. На его глазах они разбирались, разбирались. Потом кто-то сказал 7 миллионов. Они даже за 10 миллионов не могли сказать, где есть квартиру, где можно купить. То есть, шал полностью оторван от жизни. Полностью оторван от наших граждан. Он уже куда-то далеко улетел, вместе со своими двумя остатами миллиардами, которые он украл у народа. И вообще не видит ничего. И уже очевидно, что следующий год для Нурсултана Назарбаева последний. Он планирует в этом новом году произнести свою последнюю речь. И последнюю неделю по всем каналам будут рассказывать о его успехах. Будут снимать фильмы, демонстрировать те фильмы, которые уже за счет бюджета страны сняли. И он хочет остаться в истории страны таким сильным лидером, который якобы построил новую страну, создал новый Казахстан. Что Казахстана никогда не было на карте мира, как он говорит. Что оказывается, это он создал эту страну. И все это вы увидите последнюю неделю перед Новым годом. Все средства массовой информации, все телевидение будет озвучивать успехи. Именно султан Назарбаева будет озвучивать то, чего нет. И, как я уже говорил, где-то в марте пройдут досрочные выборы президента. И он попытается ввести во власть Дарьягу Назарбаеву. И очевидно, что это последний год, который Назарбаев провел как президент. И поэтому мы демократический выбор Казахстана предлагаем нашим сторонникам, нашему народу объявить проводы, но султан Назарбаева, настоящие хорошие проводы. Давайте проводим нашего диктатора, нашу мафиози и скажем прощай, но султан Назарбаев, самое плохое, все, что есть в прошлом году, это был султан Назарбаев со своим окружением, со своими членами семьи, которые грабили Казахстан. Мы должны их проводить, помахать им ручкой и прийти в Новый год с новыми лидерами, с новой политической системой. Мы должны добиться, чтобы эта гнилая верхушка была изгнана из власти. Мы будем каждый день со штаба демократического выбора Казахстана озвучивать и выбрасывать в эфир разные ролики, разные плакаты, в которых мы будем предлагать проводить тельные акции. Но сейчас я просто озвучиваю ключевую вещь. Мы призываем вас в ночь на 31 декабря выходить с семьями, коллегами, друзьями, в одиночку выходить на площади и праздновать последний Новый год Нурсултана Назарбаева на посту президента страны. Выходите с красными шапочками, выходите с петардами, выходите с шампанским, выходите с бенгальскими огнями, с чем угодно. Нам очень важно действительно, чтобы тысячи наших сторонников вышли на улицы, вышли на площади и дружно проводили Нурсултана Назарбаева, проводили его вечность, чтобы мы о нем больше никогда не слышали. Не только Нурсултана Назарбаева, но и всех членов его семьи. Даригу Назарбаева, Тимура Кулебаева, Карима Масимова. Всех его близких и всех его подельников мы хотим оставить позади в Старом Новом Годе. И в Новом Году добиться, чтобы весь этот режим ушел, мы хотим сменить режим мирным путем. И мы это сможем сделать только тогда, как действительно у нас будут десятки, сотни тысяч на улицах страны. Здесь мне говорят, предлагают разные варианты, как привлечься к наших сторонникам, списать кредит и так далее. Ну вот у вас сегодня, допустим, у вас есть кредит, я не знаю, там 2-5 миллионов тенге, да? Но если ваша зарплата в экспортных предприятиях будет порядка 3 тысяч долларов, миллион тенге, вы этот кредит погасите за полгода, просто так, между делом, с такой зарплатой. Понимаете? Поэтому наша задача, главная задача, сейчас добиться смены режима, добиться перемен и сделать, чтобы все подчинялось народу. Нам очень важно проводить такие акции, которые объединяет наш народ, объединяет единой целью, объединяет общим будущим. Новый год – это праздник всей страны. Новый год не требует получения разрешения у власти, чтобы выйти на площади. Обычно они всегда требуют, дайте нам бумагу с акиматов, что вам разрешено гулять на площади, так сказать, митинговать. На Новый год, вы знаете, наши граждане десятками тысячи выходят на улицы, празднуют, делают различные салюты, и никто ничего не может предъявить, никакие претензии. Мы специально выбираем праздничные дни, когда нам не нужно спрашивать никакого разрешения у власти, когда власть не может предъявить никакие претензии. Более того, если полиция, представитель у султана Назарбаева начинают какие-то негативные действия, они сразу становятся вне закона, и у вас появляется возможность оказывать давление, писать жалобы, во-первых. Во-вторых, в этот момент, если мы собираем такого рода жалобы о незаконных действиях правоохранительных органов, у нас есть возможность обращаться в международную структуру и оказывать давление, политическое давление на Казахстан и требовать выполнения подписанных международных договоров и различных конвенций, которые, но султан Назарбаев, подписав их, гарантировал право, право на митинги, право на свободные средства массовой информации, право на возможность выражения собственного мнения, право на свободные профсоюзы. И поэтому именно праздники – лучший способ выходить и выражать свое мнение и позицию. Нам нужно продолжать активные действия. Ребята, вы понимаете, что следующий год ключевой. Я сейчас изложу свое видение, как будет реагировать наше население на подставные фальшивые выборы, которые султан Назарбаев будет пытаться провести в марте. Все мы прекрасно знаем, что из себя представляет его дочь. Как я говорил, это полная дурочка. Эту дурочку он хочет поставить, возглавлять Казахстан. Мало того, что это будет международный позор, но еще это будет выглядеть так. Этот человек, который никогда ничем не управлял, даже своей кухней, потому что там работают у них люди, которые решают и готовят им еду, убирают квартиру или дом. Она вообще никогда ничего сама не делала. Ее Назарбаев назначал на различные должности. Ставил на позицию компании Хабар, телевизионной компании. Вкладывал из бюджета миллиарды тенге. Эти миллиарды тенге разворовывались этой семьей. В год они через рекламу вытаскивали с этой государственной компании свыше 100 миллионов долларов. Каждый год. А вы представьте, что она рулит всеми этими средствами массовой информации почти 20 лет. Сколько они украли? Миллиарды долларов. Вы слышали, наверное, недавно, что 3 миллиарда долларов было заморожено денег у дороги Назарбаева. Откуда? У дочери Насултана Назарбаева, которая никогда не работала в бизнесе, несколько миллиардов долларов. Но хочу вас заверить, что даже эти несколько миллиардов долларов – это маленькая часть реального капитала, которым владеет дочь Насултана Назарбаева. Она владеет многократно большими активами на миллиарды и миллиарды долларов, которые спрятаны за рубежом. И вот такую, извините, курицу, проворовавшую вместе с Султаном Назарбаев, глупую курицу, но Султан Назарбаев хочет назначить президентом. Я знаю, что у нас в обществе очень много людей, которые против, чтобы управляла женщина. И хочу сразу сказать свою позицию. Если мы хотим стать сильной передовой нацией, мы должны добиваться, чтобы у нас наша политическая система давала возможность развиваться всем, абсолютно всем. Если этот человек поддерживается народом и не имеет значения, это мужчина или женщина, он может и должен прийти во власть в случае, если на открытых голосованиях его поддержал народ или ее. Мы такая же нация, как любая другая страна. И в нашей стране тоже будут президентами или премьер-министрами, как выстроится наша новая политическая система, будут женщины. Но это будут женщины сильные, образованные, те, которых уважает народ. Как это было в Кыргызстане, когда пришла Роза Тумбаева во главе страны. И так есть во многих странах. И поэтому я сразу излагаю свою позицию. Руководителем страны может быть человек любого пола. Но если вернуться к Дариге, то эта глупая женщина, дурочка, как я говорил, не может занимать ни один государственный пост. Тем более должность президента. Ее место там, где есть уровень ее способностей. Я не могу сказать, что у нее высокий уровень способностей. Но то, что она не должна работать в государственных органах власти, это факт. Более того, она вместе с отцом должна быть привлечена к ответственности за воровство бюджетных денег страны. Как только Нусултан Назарбаев объявит, что его дочь Дарига будет участвовать на президентских выборах, мы все прекрасно понимаем, что будет очень много людей, которые будут против этого. Очень много будет людей, которые против лично, ну Султана Назарбаева и лично против Дариги Назарбаева, которая оскорбляла нашу нацию, обзывала там детей, говорила уроды, то мамбеты, то еще что-то. Она многократно, публично оскорбляла нашу страну. Она все время говорила, что оказывается, мы, как страна, ничего из себя не представляем, а это именно Китай, вот наша судьба, учите китайский язык, мы от них зависим. Мы сильная страна, мы будем сильной и независимой страной. Китай, Россия, любые другие страны, они будут нашими торговыми партнерами, и мы никогда не будем зависимой страной, мы будем независимой и сильной страной. И очевидно, что подход этой семьи, сдача нашего суверенитета, участие в евразийском сообществе, когда мы там не имеем фактически никакого серьезного права голоса, когда Путин ведет международную политику таким образом, что все время нас загоняет в кризис, санкции, которые применяются против России, сразу бьют боком и по Казахстану. Это вследствие той политики, которую проводит Нусултан Назарбаев, и с большей силой будет проводить Дариган Назарбаева. Мы будем еще больше зависеть как от России, так от Китая, от любых других стран, потому что эти люди не строят независимый Казахстан, они набивают себе карманы, они хотят удобными и полезными быть для всех, кроме своего народа. Мы в этом году сделали очень много. Мы разбудили народ, мы создали демократические выборы Казахстана, объединились в этом чате, у нас есть ячейки, у нас есть информационный канал 1612, мы имеем очень много сторонников. Да, у нас сейчас в этом чате количество резко уменьшилось, но это в большей степени связано с тем, что спецслужбы выявляют наших сторонников и принуждают уйти из чата, но они все в чате. Они слушают наши выступления, читают наши сообщения, они с нами, и они будут выходить на различные акции протеста. И чем больше мы будем проводить такую работу, тем больше мы приблизим тот день, когда добьемся смены режима. Такого рода акции, когда мы выходим в праздники, выходим объединенные единой целью, выходим на единые акции, они нас объединяют, объединяет народ, делают нас сильными, сильными, которые готовы на активные действия. Активные действия будут только тогда, когда нас будут очень много, я имею в виду, мы быстро добьемся смены режима. Поэтому такого рода тренировки, наши выходы на акции, на различные митинги, они чрезвычайно нужны и объединяют, и консолидируют наше общество. Поэтому мы со штаба демократического выбора Казахстана объявляем и призываем наших сторонников 31 декабря выйти на улицы, на площади, праздновать проводы Нусултана Назарбаева, оставить все плохое в этом году, и все лучшее мы получим в следующем году. Мы не просто получим, мы добьемся, мы добьемся лучшего, мы сменим этот режим, отстраним от власти, привлечем их к их ответственности, и будем строить справедливую, сильную страну. Ребята, еще раз, я проинформировал вас, что в эти дни наши чаты по всем каналам, YouTube, Facebook и так далее, наш штаб будет распространять различные плакаты и ролики. Есть смысл подумать, я вас приглашаю к тому, чтобы вы сказали свое мнение, мы можем этот красный новогодний колпак сделать как символом новых перемен в новом году. Ждем от вас еще новых предложений, может вы предложите еще какую-то остроумную идею, как у нас получилось с голубым шариком. Голубой шарик сейчас символ свободы, символ борьбы с режимом Нусултана Назарбаева. Голубой шарик сейчас стал всемирно известным. Относительно голубого шара, эта власть применяла репрессии. Вдумайтесь, в шарик гонялись за голубым шаром, применяли репрессии голубым шарам. Я уверен, что наши акции новогодние тоже будут встречены с большими сопротивлениями и недовольствами, испугом режима. Мы от вас ждем новых креативных идей. Я сейчас объявляю, что предварительно, вот собственно красный колпак мы продвигаем как символ свободы, новой страны, новых надежд, новых изменений в будущем году, в 2019. А сегодня я свой эфир завершаю. До встречи в эфире. Сава Волгсдар. Сава Волгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...